продолжать будем наш как бы доклад он у нас полтора часовой мы разбили на некоторые блоки мы поговорим немножко новом компоненте управления заказами мы сегодня на презентации о нем говорили следующий слайд это показан как раз старый компонент я уже на него смотрю и он для меня кажется каким-то старым допотопным немножко хотя вот вроде бы совсем недавно мы его использовали на сайтах при переходе на новый коммерс платформу вы фактически получаете очень много нововведений которые не поддерживал этот компонент не было возможности сделать мгновенный пересчет или множественный пересчет доставок не было возможности повлиять на оплату чтобы какие-то услуги добавить в оплату и так далее так далее то есть старый компонент не поддерживал старую систему у нас было очень много нареканий фэдбэка по этому компоненту связанных с его кастомизации мы решили выпустить новый компонент следующий делай делая этот компонент мы решили провести АБ-тестирование. Компонент очень сложный, нам повезло с разработчиком, он достаточно хороший разработчик оказался, и мы решили сделать АБ-тестирование. Фактически я угнал свой старый компонент в свое пространство имен и, используя нашу стандартную процедуру АБ-тестирования, сделал множество АБ-тестов. Давай дальше. Тоже можно дальше. Поговорим немножко на этом тесте. Было проведено множество тестов. Что было интересным? При выпуске первого компонента он не попал клиентам, вы его клиенты не видели, только те, кто в Альфе, партнеры немножко видели. Компонент проиграл в первом АБ-тесте. Старый компонент оказался более качественным, более интересным, чем новый. Это в принципе нормально, потому что новый компонент делался фактически с нуля, он сменил дизайн, он сменил логику работы своего компонента. И клиенты, когда его увидели первый раз, это небольшой был шок, и компонент фактически в АБ-тесте проиграл. Следующие АБ-тесты мы делали изменения, отслеживали по Яндексу. Он пишет небольшие ролики, как происходит оформление заказа. Смотрели на АБ-тесты, улучшали этот компонент. И фактически последний АБТ-тест показал, что компонент выигрывают у старого компонента. Эти тесты проводились на аудитории женской. Это прекрасная аудитория. Мне очень нравится проводить тесты на женской аудитории, на магазинах женской аудитории. Потому что эти люди очень редко или… Аккуратней сейчас, Юра. Аккуратней. Я уже сказал, что мне нравится. Не так часто айтишники. То есть все-таки айтишников больше мужчин, чем женщин. И прекрасно тестирует такие компоненты на тех, кто не знаком с какими-то айти сферами. Он редко сталкивается с какими-то покупками, продажами и так далее. И было интересно смотреть, как все происходит. Компонент выиграл новый. Он, правда, добавил всего 0,3. Но для данного магазина это по деньгам вылилось в хорошую сумму. Потому что у этого магазина… Ну тут такой тоже лайфхак. У этого магазина очень высокий средний чек. Поэтому сумма получилась большая. Но на 0,3 мы победили старый компонент. Самое главное, мы получили дополнительный функционал. Новое оформление заказов отражает все веяния требований рынка. Фактически, когда мы его выпустили, было очень интересно. Мы заходим на сайт Apple. Там iPhone, что ли, в это время вышел новый или еще что-то. Я заходу и смотрю, ой, так это же наш компонент. Мне такой сразу, а когда не успели поставить? И он очень сильно похож на то, что мы выпустили. Для нас это было приятно. Хотя мы делали какие-то исследования, тесты делали с ребятами из NVIDIA. Это требования клиентов, это новые возможности. Новая архитектура D7, он полностью поддерживает паттерны разработки новые. Ну и это, естественно, адаптивная верстка. Он очень хорошо работает и как на мобильном устройстве, так и на планшетах. Что нового? Это управление доставками и оплатами. Это возможность при выборе региона полностью поменять… Там ролика дальше не будет? Ну, возвращай. Я на ролике на презентации показывал, там, правда, не делался акцент. Выбирая разные регионы, вы видите разную информацию, которая появляется перед глазами клиентов. Если вы выбираете какие-то разные способы доставки, на дальнейших шагах вы подкладываете клиентам только ту информацию, которая может повлечь за этим способом доставки или за способом оплаты. В старом компоненте были большие проблемы с большим количеством точек самовывоза. На нас ругались, особенно московские магазины, когда они говорили, ребята, вы понимаете, да, у нас 2500 точек самовывоза, и как вы предлагаете вот в этом компоненте выбрать их? У нас раньше открывался дополнительный поп-ап, он никак не фильтровался, они его полностью переделывали, это было очень сложно работать. Теперь выбор множественный, он поддерживает очень большое количество доставок. Мы тестировали на 2500-6000. В принципе, удобно стало управлять, стала большая карта, приятно отображать эти вещи. Из еще интересных моментов у нас появилась возможность указать адрес на карте. Это такая фишечка, они не все знают. Если клиент живет по какому-то адресу новому, и еще этот адрес неизвестен, он может на карте, которую можно отобразить при заполнении компонента, он может поставить точку и сказать, я здесь живу, сюда мне привезите. И автоматически эти данные будут переданы в заказ, и менеджер просто отправит курьера уже не по адресу, а по координатам. Ну и данный компонент начал уметь показывать дополнительные услуги. Еще из интересных нововведений – это предзаполнение. Если клиент делает постоянные покупки в вашем магазине, то попадая обратно в заказ, в оформление заказа, мы предзаполняем все поля, которые не влияют на какие-то специфические услуги. Если в предыдущем заказе клиент, например, выбирал, что груз нужно обрешотить, то этот параметр не будет предзаполнен, потому что мы не знаем, следующий товар нужно также упаковывать аккуратно, или его достаточно отправить простым способом. Соответственно, мы все предзаполняем, что не является вот такими специфичными параметрами. Вставлю свои пять копеек про режим совместимости. В параметрах компонента появился новый параметр, который называется режим совместимости. По умолчанию мы стараемся его выставлять правильно, но на всякий случай проверьте. Если у вас новый компонент работает со старым шаблоном, у вас должен быть включен режим совместимости. Если у вас новый компонент и новый шаблон, то режим совместимости должен быть выключен, потому что в этом случае компонент работает банально быстрее, потому что он не выбирает те данные, которые новому шаблону в принципе не нужны. А теперь про кастомизацию этого компонента. Вот разработчик этого компонента считает, что этот компонент в принципе кастомизировать не нужно. Я поясню его высказывание. Здесь подразумевается высказывание, что на старый компонент было очень много нареканий. Ребята говорили, вот мне нужно просто название на кнопки поменять, или мне нужно секции названия поменять. И вы ради этого заставляете меня кастомизировать шаблон. Вы выпускаете потом что-то новое, и я не могу получить обновление, которое вы выпустили. Теперь внутри компонента вы можете все базовые вещи сделать, не кастомизируя шаблон компонента. Вы можете поменять название на всех кнопочках, вы можете управлять кнопочками их появлением. Вы можете задавать названия блоков, названия разделов. Вы можете задавать какие-то цветовые решения и так далее. То есть мы сделали в этом компоненте все, чтобы как можно реже вы его кастомизировали. Все-таки этот компонент самый главный компонент сайта. И мы старались сделать так, чтобы как можно меньше кастомизации было этого компонента. Более того, дальше я расскажу, как можно даже в платежных системах, которые в конце вылазят, можно менять их формы, не кастомизируя этот компонент. Но, тем не менее, естественно, компонент можно кастомизировать. Просто рассказ об этом вышел бы за рамки нашей текущей презентации, потому что на подробный рассказ об этом потребовался бы как минимум час, потому что компонент непростой. Компонент довольно сложный, потому что очень много функционала в нем. Но он поддерживает множество событий. Там есть целая система событий. Можно на них подвеситься. Можно его отнаследовать, так как он на ООП, это класс, то его можно отнаследовать, перегрузить какие-то методы. И, естественно, шаблон. Стандартный для компонентов способ кастомизации. Изменение шаблона тоже доступно. Хотя это будет не так просто, потому что шаблон во многом построен на JavaScript. Был, кстати, вопрос такой уже. Почему? Потому что компонент динамический. Изменение любого поля требует перестройки компонента. Может потребовать перестройки всего компонента. И на голом HTML это только перегрузка страницы можно сделать. Поэтому он динамический и построен во многом на JavaScript. В GSCode мы постарались прокомментировать все методы или все функции, которые используются в JavaScript. Мы постарались сделать какое-то небольшое описание, что оно выполняет, какие параметры в себе несет. Ребята постарались, чтобы вы максимально проще разобрались в этом достаточно большом GSCode. Ну а кому нужен совсем простой компонент? В первой части доклада я рассказывал, как создавать заказ новый. Вот, в принципе, этот код ставить, к нему интерфейсик нарисовать, и можно свой компонент формирования заказа. А есть еще более простой лайфхак. Мы думаем, что мы будем говорить про это. Дойдем до него. Службы доставки. Я уже не буду подробно на них останавливаться, потому что мы, в принципе, на презентации говорили. Самое главное изменение, которое произошло в службах доставки, это вы теперь сможете задавать какие-то ограничения или какие-то правила для служб доставок. Вы можете показывать ее по каким-то определенным параметрам, по весу, по размеру, по региону и так далее. Вы можете теперь задавать дополнительные услуги. Они интересны как для доставки. Их могут передавать по API сами службы доставки. Вы можете создавать свою. Предположим, вам нужно при выборе данной доставки курьером, вы хотите добавить опцию, причем за деньги эту опцию можно добавить. Предположим, чтобы ростовая кукла привезла этот заказ. Или добавили шарики, или добавили шампанское при доставке, если у вас магазин конфет. То есть вы можете теперь это все делать. Услуги будут тоже зависеть от разных параметров, от разных данных, и они будут калькулироваться. То есть клиент может выбирать дополнительные услуги, будет сразу пересчитываться калькуляция этих услуг и доставки самой. И клиент будет сам принимать решение, а необходимо ли ему эти услуги дополнительные добавлять или не добавлять. Ну и еще из интересных особенностей, в конце дня или в конце недели, или еще каких-то данных, вы можете сформировать общий список всех заказов, которые были сделаны в определенной службе доставок, и по API отправить их доставщику на забор груза, заявочку отправить, или просто сказать, что вы сейчас привезете, отправить данные в их внутреннюю систему учета, где можно распечатать какие-то дополнительные документы. А теперь немного про внутренности и про кастомизацию. Значит, один из самых простых способов кастомизации – это события на расчет стоимости доставки. Если вы на это событие подвеситесь, например, это можно сделать в файлике init.php. Вы знаете, что PHP-интерфейс init.php, файлик подключается автоматически на каждом хите, поэтому там можно подвеситься на какие-то события в рамках хита. И если вы подвеситесь на события on-sale delivery service calculate и сделаете обработчик, то вы сможете поменять стоимость, которая будет возвращена в заказ для любой службы доставки. Приходит параметрами shipment, то есть отгрузка приходит, вы можете оттуда брать данные, приходит код службы доставки и приходит результат, который был уже рассчитан, какая стоимость была рассчитана. И на основании этих данных вы можете, допустим, как в данном примере, прибавить к расчетной стоимости еще 100 рублей дополнительно. В данном примере это просто, безусловно, прибавляется и устанавливается новая стоимость доставки, возвращается, и все теперь при расчетах будет применяться именно ваша стоимость доставки. Самый простой способ. Допустим, вам этого мало. Вы хотите сделать свою собственную службу доставки. Опять же, это сделать несложно. Давайте прямо сейчас сделаем службу доставки, которая будет рассчитывать стоимость, исходя из веса. Просто у нас будет цена за единицу веса, цена за килограмм, и мы будем цену на количество умножать и получать стоимость доставки. Что для этого нужно сделать? Для этого нам нужно сделать класс и разместить его в одной из папок, в которых лежат кастомизированные службы доставки. Это либо в PHP интерфейсе include sale delivery, либо то же самое в папочке local. Вы там создаете папочку custom, там в файле handler PHP, и больше ничего делать не нужно для того, чтобы подключить. То есть система оттуда берет службы доставки автоматически. Что нам нужно сделать? Нам нужно отнаследоваться от базового класса служб доставки и перекрыть кое-какие методы. Прежде всего, мы перекрываем метод, который возвращает название и описание службы доставки, которые будут вводиться в интерфейсе. И дальше самый главный метод, который вызывается при расчете стоимости доставки. Как параметр он принимает отгрузку, и на основании этой отгрузки он должен посчитать стоимость доставки. Из отгрузки вы можете дотянуться и в корзину, в состав этой отгрузки, и в заказ, и в любые другие объекты, которые связаны с этой отгрузкой. Что в данном случае мы делаем? Мы смотрим стоимость за килограмм, которая у нас в параметрах. Вот она у нас из конфига берется. Считаем вес. И дальше перемножаем вес на стоимость за килограмм. И получаем нашу сумму, которую мы выставляем в качестве стоимости доставки. Возвращаем ее. И именно это будет использоваться при оформлении заказа. И последний метод, который нам нужно перекрыть, это как раз метод, который опишет параметры, которые нужно будет спросить в интерфейсе у администраторов. В данном случае нам нужно будет спросить, сколько мы берем за килограмм. Вот этот наш параметр, который дальше используется в расчете. И вот мы его описываем. Тип числа у него. Название стоимость доставки за килограмм. И вот так вот описав, мы получим нормальную работающую службу доставки, которая будет вполне успешно считать в зависимости от веса стоимость доставки. Теперь к ограничениям. У нас появилось новое понятие, так называемое ограничение. Это способ указать, какие службы доставки применяются, могут быть применены для данного заказа. Ограничения могут быть разные. У нас довольно большой предустановленный блок ограничений. Это может быть и от типа плательщика, это может быть и от веса, и от сайта, и от местоположения от региона может зависеть. То есть одни службы доставки для одного региона, другие для другого региона. Довольно большой предустановленный блок, хотим добавить новое. Вот не хватает нам чего-то. Вот в данном случае не хватает нам ограничения по лунным суткам. Чтобы в зависимости от лунных суток либо работала эта служба доставки, либо не работала. Давайте сделаем это ограничение. В данном случае нам придется подвеситься на события. Обработчик этого события должен будет вернуть нам наши кастомные классы ограничений и где они лежат. Инстанцировать их система будет сама при необходимости. Здесь обработчик просто возвращает, что у нас есть byMonday такое вот ограничение, класс ограничения. И будет он лежать в папочке restrictions в файлике byMonday. А что там будет? А там будет класс, который наследует базовый класс ограничений. Опять же он переопределяет методы, которые возвращают название и описание ограничения. Это просто. И вот два главных метода. А начну я со второго метода. Метод extract params должен на основании того объекта, над которым это ограничение работает, в данном случае над конкретной отгрузкой, вернуть параметры, по которым мы ограничения будем рассчитывать. В данном случае это число, это лунные сутки. Мы пользуемся сторонним сервисом для того, чтобы получить текущие лунные сутки. Если бы более сложные у нас были параметры, то этот метод extract params мог бы вернуть, допустим, массив этих параметров. В данном случае нам хватит числа. И вот то, что он возвращает, передается в метод check в первый параметр. А вторым параметром, вторым параметром, и тут настройки. То, что настроено было администратором магазина. И теперь в методе check мы просто должны эти вещи сравнить. В данном случае мы сравниваем текущие лунные сутки с тем, что было в настройках. И говорим, либо если мы вышли за лунные сутки, это нельзя применять данную службу доставки. Если в указанном диапазоне, то можно применять. В более сложных случаях был бы более сложный расчет. В простейшем виде вот этого достаточно. Здесь я сознательно опустил проверки на заполненность, незаполненность этих массивов. Технический администратор мог бы не заполнить, допустим, от скольких лунных суток считать. Но здесь я для простоты опустил. Вы в своих, конечно, ограничениях все это правильно посчитаете. И, наконец, нужно описать структуру, которая вылезет для администратора в административном интерфейсе, где он будет задавать значения ограничений. Соответственно, минимальные и максимальные лунные сутки и то и другое число, от которых от скольки до скольки лунных суток у нас будет работать наша служба доставки. И теперь давайте посмотрим дополнительные услуги. Что это такое Юра нам рассказал? Это возможность для данной службы доставки спросить еще что-то, что пользователь хочет поиметь, когда ему доставляют его товар. Например, попросить, чтобы не просто курьер доставил, а доставила ростовая кукла, или спела песенку при этом, или еще что-то сделала. И у нас есть предустановленные ограничения. Это списочное ограничение, допустим, выбор песни. И у каждого элемента списка может быть своя стоимость. Естественно, что при выборе конкретной доп. услуги пересчитывается стоимость доставки. И, соответственно, стоимость заказа. У нас есть количественная услуга такая дополнительная. Это значит, что на количество товаров будет стоимость умножена. И единичная – это то, что относится ко всему заказу, ну, точнее, ко всей доставке целиком. Например, ростовая кукла, без разницы, сколько там товаров, она одна, она приехала, вручила. Если вам этого не хватает, вы можете делать свои собственные доп. услуги. Как это сделать? Опять подвешиваетесь на события, похожая схема, возвращаете те классы, где они лежат, которые реализуют ваши доп. услуги, и реализуете эту доп. услугу. Но я пример полностью приводить не буду, он аналогичен ограничениям. Платежные системы. На платежных системах не будем останавливаться детально. Самое важное, что появилось в платежных системах – это простота их настройки. Если раньше каждую платежную систему приходилось настраивать вручную, у Яндекса, предположим, 12 платежных инструментов. Чтобы настроить Яндекс, приходилось создать 12 платежных систем и заполнять одну и ту же информацию, которую выдавал Яндекс. Это три параметра, которые нужно было задать. Это создавало пользователям или компаниям, которые делают настройку, партнерам, лишний и ненужный головняк. Теперь настройка делается очень просто. Вы наследуете эти параметры, они хранятся отдельно, вы заполняете их один раз и говорите, что нужно занаследовать все, что было сделано по этим параметрам. И второй интересный момент, который появился, это для каждой раньше платежной системы приходилось создавать три файлика, ну или два файлика, где лежали компоненты, которые подтверждали, что заказ был оплачен. Теперь это делать не нужно. Мы принимаем параметры финального возвращения данных с платежных систем, что платеж либо подтвержден, либо нет. Мы принимаем его в одно и то же место. У нас лежат специальные файлы, которые их обрабатывают. Без разницы, какая платежная система, лишь бы она поддерживала новую схему работы и новое ядро. И мы поставим галочку оплаты или поставим информацию о том, что платеж не прошел, универсально для всех платежных систем. То есть вы их можете кастомизировать разово для всех платежных систем. А кружка на рисунке – это кружка человека, который занимается у нас разработкой платежных систем, обработчиков платежных систем. Это ему на день рождения такую кружку подарили. Чтобы веселее жилось. Давай про номера оплат. Интересная такая еще особенность – это номера оплат. Сейчас клиенты начали задавать вопросы, что номер оплаты отличается от номера заказа. Почему он отличается? Потому что оплат может быть больше, чем номеров заказа. Теперь мы поддерживаем разделение заказа, и соответственно номера могут немножко начинать различаться. Чтобы показывать клиенту, или клиенту было проще говорить, что это за заказ, мы ввели такое понятие, как через дробь показывать информацию о том, что это заказ номер 49, оплата номер 1. Интересный параметр, о нем даже долганин не знал, и последние разы задавал такие вопросы. То есть вы можете передать, какое из количества оплат – это номер оплаты. Плюс там есть интересная особенность, что вы можете кастомизировать шаблон, который появляется после того, как нужно перекинуть клиента на страницу, где нужно нажать кнопочку «Оплатить». О нем, насколько я понимаю, Леша тоже расскажет. Да, смотрите, у нас есть у заказа ID-шник, идентификатор, первичный ключ, да, который автоинкремент, и который будет, какой получился, такой получился. И у заказа есть номер заказа. Номер генерится на основании шаблона, вы в административной части можете настроить, какой будет шаблон, либо вы можете задать свой шаблон даже. И для заказа, например, с номером 49, если вы ничего не настраивали, то по умолчанию номер и ID-шник будет один и тот же, 49-й, а если вы настроили, допустим, что будет идентификатор и номер пользователя использоваться, то для заказа с ID-49 номер будет, допустим, вот такой, 153-й пользователь, третий его заказ. То есть вы даже скрываете номер заказа, никому не разглашаете его. Но при создании таких схем оплат, то есть вы когда указываете через дроп, некоторые системы платежные не поддерживают. Робокасса, почувшая, умершая, можно сказать, совсем недавно, она как раз-таки не поддерживала такую схему, нельзя было передавать в номере заказа какие-то дополнительные идентификаторы. То есть проверьте обязательно после того, как вы номера указали, проверьте какие-то платежи, там хотя бы по рублю. Отлично, шикарно, пусть она воскресла. Алексей, у тебя еще много слайдов, потому что у нас время поджимает нас. Еще хотелось бы спросить, буквально парочку вопросов принять. Это важное. Это важное. Это костюмизация шаблона. Как сделать так? Ну не всем нравится то, что вылазит на последней странице оформления заказа, когда уже идет переход на оплату. Не всем нравится кнопочка стандартная, не всем нравится стандартный текст. Как поменять? Проще простого. Теперь у нас в платежных системах HTML выделен в новое понятие, в понятие шаблона, так же как шаблоны компонентов. И вы можете его легко кастомизировать. Что нужно сделать? Нужно скопировать этот шаблон из платежной системы в шаблон сайта. Вот пути приведены. Скопировать и поменять так, как вас это устраивает. В данном случае я вставил котика. При нажатии на котики будет уходить та же самая форма, которая уходила при нажатии на кнопочку. То есть вы можете легко менять, не теряя совместимости, не переписывая платежные системы. Вы можете делать свои новые платежные системы. Подробно я это рассказывать не буду. Это похоже на то, как делать службы доставки. Но это чуть сложнее, потому что там больше всего перекрывать. Единственное, что если делаете свои платежные системы, пожалуйста, копируйте новые обработчики. Не трогайте старые. Очень многие ошибаются. Копируют старые обработчики в новые, потом смотрят, что там не класс, там не то, что описано в документации, начинают путаться и потом спрашивают техподдержки, а что не так. Новые лежат в папке Handlers, P-System, в модуле Sale. Вот оттуда копируете в кастомные обработчики и меняете так, как вам это нужно. Платежные системы поддерживают ограничения. Мы на них не будем останавливаться. Да, мы на них не будем останавливаться по той простой причине, что ограничения точно такие же, как для служб доставок. Более того, простые ограничения, вот как в данном случае по лунным суткам, я новое не писал. Оно работает и для служб доставок, и для платежных систем. Там и самое приятное, что вы в уличном разделе сможете теперь спрашивать у человека какие-то дополнительные параметры. Если это наличная оплата, вы можете спросить, нужна ли сдача. Если это опять-таки курьерская доставка, вы можете, например, для оплаты сделать возможность, что захватите, пожалуйста, терминал, я буду платить карточкой. И, наконец, в холдинговой структуре. В четвертом этапе осталось поддержать права и разделение по менеджерам, по правам. Давай дальше. Это схема работы данной холдинговой структуры. То есть мы создаем счета, реквизиты и остальную информацию, которая требуется для конкретной компании. На следующем слайде, например, показано, как делать свои правила. То есть вы можете задавать, во-первых, компании настраивать их. Компании могут быть разные. Они могут быть привязаны к конкретным городам. Они могут быть привязаны к физическому либо юридическому лицу. Компании могут быть произвольные свойства набираемые. То есть вы можете задать то, что вам нужно. Если вы печатаете счета, то это там, соответственно, ИНН, расчетный счет, банк. Если вы принимаете только электронные деньги, то там могут быть параметры, которые нужны Яндексу для оплаты. В данном случае мы три компании ввели. Допустим, две работают в Москве для физических и юридических лиц. И одна до Калининграда работает с обоими лицами. Теперь настраиваем это дело. Что мы делаем? Мы задаем свойства компании. В данном случае мы будем печатать счета. Соответственно, нам нужны ИНН, расчетный счет, банк и так далее. И мы в правилах задаем правила, когда какая компания будет выбираться. То есть при оформлении заказа каждой оплате и каждой доставке будет автоматически присвоена какая-то компания. То есть та компания, которая будет принимать деньги, и та компания, которая будет доставлять товар. Это как раз к вопросу о том, почему вы вынесли в новом компанете оформление заказа выбор региона отдельной секции и убрали ее вверх. В этой секции мы выбираем юридическое лицо, либо физическое лицо, и выбираем регион, чтобы сделать вот такие ограничения. Да. И в данном случае мы задаем для компании, мы задали ограничение Московской области, тип плательщика, физическое лицо, так как у нас по условиям и было задано. Дальше мы можем в платежных системах теперь использовать те данные, которые мы вводили в компаниях. То есть мы можем ссылаться на компанию, полное наименование, адрес, код ТНН, и при оформлении заказа он будет смотреть, какая компания выбрана, из реквизитов той компании и печатать, соответственно, счета или брать какие-то другие параметры. И теперь, посмотрите, вот мы оформили заказ на юрлицо на Москву, и выбралась компания, которая у нас была как раз для юрлица, для Москвы автоматически. И, соответственно, когда печатается счет, берутся параметры именно этой компании, которая у нас была для юрлица, для Москвы, а не какой-то там другой список наших компаний. И, конечно, вы можете пользовательские правила делать, пользовательские ограничения, и приятное то, что они делаются ровно так же, как это делается для служб доставок и для платежных систем. Более того, ограничения по лунным суткам и здесь тоже будет работать. Слушайте, Алексей, ускоряйся, мы уже съели время на вопросы. Давай не будем останавливаться на персональном разделе, мы его, в принципе, показывали на презентации. Вот это интересная возможность, это то, что я говорил, что теперь можно сделать вообще простой механизм оплаты. Вы можете взять вот этот компонент, это отдельный компонент, он не обязательно работает в рамках пополнения счета. Вы можете его выдернуть как бы отдельным компонентиком, положить на любую страничку и сделать прием оплаты достаточно просто. У меня, например, связка сделана с формами. У меня в конце заполнения формы делается редирект на страничку, на которой человеку передается информация, сколько нужно заплатить. Он выбирает способ оплаты и все, происходит оплата. Это было сделано до того, как Bittrex24 выпустил прекрасные формы. Да, главное, что это комплексный компонент, который можно кидать на страницу, он будет сразу работать. То есть любые элементы этого компонента можно через настройки включать, отключать. То есть если вам не нужно принимать деньги на счет, вы отключаете и пользователь этого не видит. Добавилась подписка на отсутствующие товары. Об этом уже разговаривали на большой презентации. Из интересного, если там не было, я упомяну, что теперь в админской части в товарах выводится, сколько человек на него подписано. И вы можете смотреть, какие товары вам нужно дозаказать, потому что вы знаете, каким товаром есть интерес. В следующей части мы вам расскажем про теорию 4P в скидках, про кастомизацию административного раздела, как можно кастомизировать форму оформления и обработки заказа, и про автоматизацию жизненного цикла заказа.